здравствуйте друзья сегодня я на основе исторических общеизвестных научных фактов расскажу вам о том как россиянам удалось превратить такую большую территорию в помойку и буду ссылаться не на каких-то англосаксов а на великих русских деятелей в частности на русского поэта михаила юрьевича лермонтова который написал прощай немытая россия страна рабов страна господ и вы мундиры голубые и ты им преданный народ почему же россия страна рабов и почему она не мытая возможно в этом есть какая-то связь и вот дальше пишет михаил юрьевич лермонтов быть может за стеной кавказа сокроюсь от твоих пашей ну паши это турецкие вельможи от их всевидящего глаза от их всеслышащих ушей с таким образом почему же россия немытая очень интересная вообще вопрос потому что россияне которые воюют в украине они уже прославились тем что ели собак ну и короче делали все что в здравом уме никакому человеку наверное не придет и вот как это объяснял кристин я не говорю что это авторитет абсолютный но это его взгляд на вещи исторический так сказать и вот я вам покажу на основе еще раз очень верифицированных исторических данных несколько версий почему россияне россиянам удалось единственное что им удалось это превратить огромную страну в мусорник а вот как кистин этот известный русофоб как говорят маркиз декистин хотя в действительности никакой не русофоб он приехал в россию скорее русофилом надеялся на франко-русский союз я уехал оттуда ну уехал тем кем уехал и вот что он этот наблюдательный француз и любопытный как многие французы увидел немногим больше ста лет тому назад русские были настоящими татарами это он пишет в 1839 году и под внешним лоском европейской элегантности большинство этих выскочек цивилизации сохранила междвежью шкуру они лишь надели ее мехом внутрь на достаточно их чуть-чуть поскрести и вы увидите как шерсть вылезает наружу и топорщица еще раз произведение называется россия в 1839 году а вот что писал о московии как бы в подтверждение этого это уже наблюдение непосредственно послов и различных иностранцев о так сказать антисанитарии в москве сигизмунд герберштейн австрийский посол и потом мы самое главное расскажем почему это потому что ну просто зафиксировать грязь это еще не значит понять откуда она вообще такие кучи навалились вот что герберштейн пишет москва это очень широкий просторный город очень грязный поэтому на площадях улицах и других людных местах повсюду обустроены мостики через грязь эти мостики существовали там до 19 века а он писал это в 16 все таки а вот ян ян сын стрейс голландский моряк путешествие россии голландца стрейса 1675 год простой народ терпит всякие невзгоды редко спит на мягкой постели иногда на соломе а чаще всего на деревянных скамьях зимой все отец мать дети рабочий служанка перебираются в общую комнату то есть он пишет еще не самых бедных людей хотя бы у которых есть служанка то есть каких-то не крепостных в общую комнату подготовленную для этого и спят там в повалку у них мало посуды и нас состоит из грязных горшков мисок деревянных на тарелок кувшина воловянных рюмок для водки чашек которые почти никогда не бывают чистыми а вот август майерберг опять австриец но уже 17 века посол москове 1656 61 года почему почему такая грязь он немножко объясняет слова говорящих непросветленных школы или грамотностью людей невероятная чушь которая очень часто оскорбляет слух порядочного человека злословие увлечение самыми гнусными делами дерзким восхвалением поручащим честное имя других составляют большинство изречений и остроумий многих речей московитов то есть значительной степени иностранцы объясняли вот эту грязь в том числе и моральными проблемами россиян что они грязны не только физически да как один из них написала вот как опять яков рейтенфельдс об этом же разговаривают московиты часто это называется сообщение о московии курлянский дворянин речи посполитой яков рейтенфельдс разговаривают московиты в частной беседе часто без всякого отращения о самых гнусных вещах поскольку либо не знают ничего лучшего либо этим не интересуются а вот как об этом писал один религиозный деятель хорватский ученый и политический деятель славянофил был он славянофилом приехал в московию а уехал русофобом посидел в сибири чуть-чуть юрий крыжаны читая тоже 17 век московитые московки пьяницы лжецы мошенники коварные жестокие ленивые люди без принуждения не сделают ничего даже для себя московиты ужасно грязные в доме можно задохнуться от вони и потерять половину крови из-за клопов а вот фла д ланы виль дипломат француз на службе польского короля интересные новые известия москови 1689 98 года московиты очень невежественные не смогли бы ничего хорошего сделать без немцев которых много в москве они очень грязные хотя довольно часто моются в особых помещениях которые отапливаются печами так сильно что никто в мире кроме них не смог бы выдержать этот зной но это банях речь в банке ходили а вот юст юль датский посол московии записки датского посланника в россии 1711 1712 год уместно будет упомянуть что россияне употребляют нечистую ужасную пищу одевается плохо крайне грязно и неряшливая в большинстве случаев без белья поэтому от них такой плохой неприятный запах что прожив 234 дня в любом помещении или комнате они окончательно заражают там воздух и на длительное время оставляют после себя вонь так что там нельзя оставаться это начало датчанин видите какой чистюля до начала 18 века а вот француз дэнни дедро знаменитейший ученый энциклопедист любили его в советском союзе в советское время этого дэнни дедро потому что революционер же до 1770 годы что он писал русских похлеще карла маркса кстати говоря русский народ сгнил не успев созреть россияне из путешествий принесли на свою родину много плохих идей тех стран в которых они побывали ничего из их мудрости они привезли все пороки не позаимствовали ни одной добродетели душа раба подла она не принадлежит самому себе поэтому и не заботится о себе и живет в грозе и нечистотах это житель который пренебрегает не принадлежащие ему квартире квартирой кстати говоря очень серьезное такое наблюдение даже человека который знал россию издали один из всех этих перечисленных но тем не менее понял много чего то есть душа раба подла потому что он сам себе не принадлежит ему ничего не принадлежит он вообще никто как он может будучи никем уважать окружающий мир вокруг него поэтому собственно говоря россияне и не уважают окружающий мир и окружающую среду они и загаживают потому что у них огромное огромное неуважение к самим себе это комплекс невроз как хотите называйте но будучи униженными в собственной стране они вот это унижение переносят на неживую природу на то что можно загадить других а вот как эдвард дэниел кларк об этом писал английский путешественник посетивший российскую империю в 1790-х годах записал свои впечатления путешествия по украинско-российскому пограничью называется путешествие россия тартария и турция 1830 год мы выехали из павловской в казинский хутор пишет он это поселки воронежской области по моему сейчас населенные одновременно малоросами и русскими разница между этими народами заметно без они это возле липецк по моему же разница между этими народами заметно без малейшего исследования из-за поразительного контраста чистоты и грязи то как удерживались кони в конюшне дала бы фору содержались кони в конюшне дала бы фору конюшни любого вельможи Британии. Дом бедного головы села, то есть украинцев, был великолепен. Каждая вещь была чистой, пристойной. Нигде не было мусора. Все было настолько чисто, что впервые мы сомневались, следует ли чистить наши сапоги, прежде чем входить в дом, на полу которого мы больше были бы готовы обедать, чем за столом любого князя. То есть на полу украинской хаты ему лучше, чем украинского князя, у российского князя. За столом кушать. А вот, что писал Кюстин, опять-таки. Очень хорошее наблюдение. Остольфо де Кюстин, француз, еще раз подчеркиваю, который приехал в Россию, русофилом практически хотел союза российско-французского, но закончил свою книжку призывом к французам, что если им что-то будет плохо у себя на родине, пускай они поедут на Россию. В Россию их попустит, им сразу станет во Франции. Очень хорошо. Вот что он писал. Россияне плотнее закрывают свои хижины, чем наши крестьяне, поэтому путник, которого любопытство завело туда, горько раскаивается. Такая там воня тьма. Это 19 век уже. Я не раз заходил в эти душные лачуги в то время, когда крестьяне отдыхают. Кроватей там нет. Мужчины и женщины спад в повалку на деревянных скамейках, стоящих вдоль стен. Но грязь, царившая в том бивуаке, неизменно пугала меня, и я отступал. Однако, вместо того, чтобы уйти сразу, я каждый раз медлил и в наказание за свою нескромность непременно выносил в складках одежды каких-то насекомых на память. Знатные вельможи, когда приезжают в столицу из глубины империи, привозят с собой многочисленную челядь, поскольку люди их собственность, они считают их предметами роскоши, то есть людей. Когда они остаются сами в барских покоях, слуги, как истинные уроженцы Востока, сразу разваливаются в креслах и на диванах, оставляя повсюду клопов, которые из-под диванной обивки переползают в деревянные подлокотники и ножки мебели, а оттуда на стены пол и потолок. Несколько дней спустя они заполняют все жилье, причем невозможность проветрить комнаты зимой только усугубляет зло. Новый императорский дворец, восстановленный столь дорогой ценой. Кюстин здесь говорит о дворце в Петербурге, который сгорел, а потом царь его очень быстро отстроил и много там крепостных погибло во время стройки. Уже кишит этими тварями, можно подумать, будто несчастные рабочие, расставшиеся с жизнью ради того, чтобы как можно быстрее украсить палаты своего повелителя, заранее отомстили за свою гибель, заразивая те губительные стены мерзкими насекомыми. Некоторые комнаты дворца пришлось закрывать еще до того, как в них вселились хозяева. Для всех же... Ну и так далее, и так далее. Таким образом, что и откуда? То есть, с одной стороны, история, да? История недавних кочевников россиян, потому что предки россиян в Залесье были кочевниками, они не так далеко кочевали, но относительно недавно, где-то годиков тысячи-полторы лет назад еще кочевали. И кроме этого, не все же кочевники такие грязнули, скажем так. Южные многие не такие грязнули, а бывают даже наоборот. Ну, с другой стороны, холодно, да? Это немножко объясняет вот эту грязь. Хотя, конечно, не окончательно. Если посмотреть на современных шведов, норвежцев, датчан и других исландцев, то вы поймете, что, в принципе, не обязательно быть грязнули, будучи северным человеком. Наверняка здесь все же очень важная вещь. Это постоянное унижение россиян в своей собственной стране. То есть, как Гидро сказал, что душа раба подла и что она владеет непринадлежащей ей квартирой, то есть пользуется страной. И, кроме того, вот это унижение самих людей, она проецирует их попытку унизить все вокруг, обосрать, извините, все вокруг. Ну и так оно и происходит, собственно говоря. Вот как об этом очень интересно писал русский музыкант Егор Летов. Кстати, достаточно не глупый человек. 2005 год. То есть, что-то он понимал в России. Он пишет немножко, что там есть верхушечка, очень маленькая элита и опричнина вокруг нее. А дальше. Для всех же остальных в нашей стране единственное возможное состояние это чемоданные. Здесь нельзя жить. Здесь можно только воевать, болеть, выживать, куда-то пробиваться с боями и потерями. Здесь нет завтрашнего дня. В любой момент тебя могут избить, ограбить, выкинуть в окно электрички, инструменты. Наверное, у него выкинули. Кто-то сказал, что он очкарики выкинул в окно или электрички, инструменты или еще что-нибудь сказал. Издать какой-нибудь новый закон и лишить тебя всего. В любой момент могут посадить, да и вообще убить без суда и следствия. Отсюда в умах постоянно рождаются всемозможные замыслы глобального переустройства вселенной, диковинные сектанства, апологии, самоубийства и тому подобное. Все мысли направлены не на то, чтобы спокойно жить и что-то планомерно делать, а чтобы как-нибудь лихо отсюда сдрыснуть. Либо за рубеж, либо в тайгу или какой-нибудь скид или на тот свет или вообще в другое измерение. Россия это беспощадный зловещий полигон. Раз уж здесь очутился, изволь принимать правила игры, если не сломаешься и так далее. Если не вышло, то тебя и нет и не было никогда. Егор Летов 2005 год. Вот поэтому и немытая Россия. Поэтому очень много российских писателей, когда выезжали за границу, они буквально снимали с себя всю одежду, сжигали. Иногда сжигали глинка там. Даже свои записи иногда там сжигали. Ну, короче, и были как на свободе. Кстати говоря, Кюстин тоже описывает похожую ситуацию. очень интересно, когда россияне за границу едут с веселыми лицами, а назад домой с угрюмыми. С угрюмыми. Поэтому и немытая Россия. Вообще, весьма образное и точное описание государства поголовного рабства практически. Но я не говорю о бывшем, о истории, потому что советские крестьяне были рабами, например, это большинство населения практически до 60-х годов. У них была проблема с выездом в город до 1960-х. А вообще, до 61-го года россиян продавали, меняли на собак и так далее. Конечно, это не могло не отобразиться такое вообще неестественное положение для людей. отобразиться на российской психологии. Кстати говоря, что это за голубые мундиры? Голубые мундиры. Их носили чины корпуса жандармов, то есть предтечи российской тайной полиции. Позднее это было назывались царские охранные отделения МВД, потом ЧК, КГБ, ФСБ и так далее. А вот поэтому эти голубые мундиры это собственно говоря гобня вот эта российская. Лермонтов вообще был еще тут бунтовщик, но кроме того, что он бунтовщик был, он еще был и англосакс. Представьте себе англосакс. Вот его стишок, я вам сейчас прочитаю, вы поймете, где здесь собака порылась в этой немытой России. вот угораздила его предка когда-то с московитами на стороне одних московитов выступать против других и захватили их, так называемых немцев, хотя он не немец, а шотландец, и получился из его предок предка так сказать узник. И вот что этот через 200 лет писал этот Лермонтов называется стих желания англосаксонского этого иноагента Михаила Юрьевича Лермонтова. Зачем я не птица, не ворон степной, пролетевший сейчас надо мной, зачем не могу в небосах я парить и одну лишь свободу любить. А вот сейчас шикарная фраза. На запад, на запад помчался бы я, где цветут моих предки поля, моих предков поля, где в замке пустом на туманных горах их забвен и покоится прах. На древней стене их наследственный щит и заржавленный меч их висит. Я стал бы летать над мечом и щитом и смахнул бы я пыль с них крылом и арфы шотландской струну бы задел и по сводам бы звук полетел. Ну, короче, англосакс со знаком качества, потому что шотландцы, что называется, ну, не совсем они англосаксы, хотя говорят на английском языке преимущественно, но они в военных различных полках британских, это были достаточно элитные шотландские полки. меж мной и холмами отчизны моей растилаются волны морей. Последний потомок отважных бойцов увядает средь чуждых снегов. Я здесь был рожден, но нездешней душой. О, зачем я не ворон степной? Пишет Михаил Юрьевич Лермонтов. Вот такие вот кто-то скажет англосаксы все обозвали немытой Россией, да, в действительности она очень мытая. Но, вообще-то, сейчас в эпоху поголовной мобилизации, то есть у всех мобильные телефоны не получится уже это спрятать, но, наверное, скоро запретят российские мобильные телефоны, тогда будут смотреть из космоса на мусорники российские, тем более, что они такие огромные, что их из космоса очень легко рассмотреть. Вот, друзья, понимаем, что все эти проблемы в действительности в голове, в том, что люди не уважают себя, в том, что люди униженные, в том, что люди имеют такие традиции на очень длительные истории, и, ну, вообще, главное неуважение, потому что выбросить из окна там что-то, какую-то грязь, какую-то вонь, посмотрите, как выглядят российские областные центры, где-то там вылезать в центре какой-то там Красную площадь и показывать, что это, символ, это же не для себя они там чистят, да, это они чистят для показухи, а для себя они живут в страшной грязи, потому что они не уважают ни себя, ни других, вот, собственно говоря, и объяснение. А мы тем временем не забываем помогать украинской армии, собираем на беспилотник для известных целей и на прицел ночного видения тоже для известных целей, для победы украинской армии над российско-фашистскими захватчиками и для того, чтобы таких мусорников на планете Земля не осталось. С Богом, друзья! До перемоги! Счет я оставляю внизу. Кто сможет, тот поможет. С Богом!